День Святого Патрика Добрый день, Шинд! Как вы сами относитесь к тому, что в нашем далеком от Ирландии городе тоже празднуют День Святого Патрика? Я считаю, что это замечательный день, потому что День Святого Патрика – это замечательный праздник у нас в Ирландии, и то, что здесь он также важен в Екатеринбурге, мне это очень приятно. Потому что здесь есть ирландские бары, в которых проводится данный праздник. А как отмечают День Святого Патрика в самой Ирландии? Вы знаете, для нас прежде всего это праздник, это крестьянский праздник, потому что он объединяет всех крестьян. И вы знаете, утром чаще всего большинство семей ирландских они направляются в церковь. И после этого в небольших городах проходят различные карнавалы и различные парады, которые длятся примерно два часа. И прежде всего мы там танцуем, то есть наряжаемся. Собираются различные компании, различные команды проводятся различные конкурсы. Это все очень здорово. И затем, конечно, мы идем в бар, где играет ирландская музыка. И чаще всего в Ирландии есть определенные минуты в Даблине в этот день для того, чтобы вы смогли прийти и отпраздновать этот замечательный ирландский праздник. И, естественно, зеленый свет очень важен для нас, поэтому в барах эта тема соблюдается. Шинт, расскажите немножечко о символах этого праздника. Лепреконы, знаем, да? Клевер, что еще? Да, у нас есть небольшие лепреконы, то есть в целом это небольшие статуи, статуи мужчины. И он считается как талисман для нас. Чаще всего он считается обладает магической силой и приносит чести. Шинт хочет сказать, что когда он даже приехал в Екатеринбург, этот лепрекон, то есть этот талисман, он был с ней. Это знак удачи, и Шинт в это верит, конечно же. И касаемо клевера, в День Святого Патрика каждый из нас, у каждого из нас на одежде прикреплен этот вкус, этот клевер. Потому что это наш национальный цветок в Ирландии считается, и естественно в День Святого Патрика у каждого жителя. Вот мы провели небольшой опрос, и большинство наших знакомых сказали, что Ирландия в первую очередь ассоциируется, ну конечно же, с танцами. Ирландские танцы это то, что должен усвоить каждый уважающий себя ирландец, или все же это только для профессиональных танцоров, например, как русский балет вот у нас? Да, конечно. Шинт хочется сказать, что когда она была моложе, она занималась танцами, и ирландские танцы, они на самом деле очень популярны. Вы можете танцевать один, или можете танцевать вместе со своими друзьями. То есть могут быть танцы, вы можете танцевать три человека, семь, четыре или восемь. И чаще всего все наши дети, они тоже ходят в школу, где они изучают ирландские танцы. Это считается очень важным. И Шинт хочет, чтобы ее маленькая дочка также занималась ирландскими танцами, потому что это замечательный танец, он ей очень нравится. А если отвлечься от Дня Святого Патрика, какие еще национальные праздники есть в Ирландии? Отчаянно, что День Святого Патрика является одним из самых главных национальных праздников. Но, конечно, мы также празднуем первый понедельник в мае. И в целом хочется сказать о том, что ирландцы, они тратили очень много денег в свое время на эти праздники. То есть праздники на первый понедельник в мае и в октябре. И они тоже считаются национальными праздниками. Но мы их не считаем национальными праздниками. Такого масштаба, как День Святого Патрика. Но в эти дни люди тоже, конечно же, ходят в рестораны, в различные бары. Столько поводов для того, чтобы станцевать, собраться и станцевать настоящие ирландские танцы. Спасибо огромное, Шинет. Напомним, что Шинет Орейли Хеннелл была сегодня у нас в гостях. Говорили о чудесном событии, которое совершится буквально завтра. День Святого Патрика, ирландский национальный праздник. Так что, ребята, если вы еще не научились танцевать ирландские танцы, сегодня у вас вечер на подготовку. И завтра всем городом пошли танцевать.